здравствуйте друзья я знаю как вы любите подборочки но от вашего внимания такие коротыши две полторы минутки чуть больше с разного рода коллекторами взыскателями где-то разговор оканчивается на обрывается муж не обессудьте не моя это вина там сложно сказать техническая накладка либо сам коллектор трубку бросил во что мне на самом деле больше всего верится давайте послушаем от вас комментарии и собственно лайки если нравится вас слушаю здравствуйте обществу с ограниченной ответственность кредит экспресс финанс меня савчина екатерина александровна ведется аудиосвязь разговором александр валерий вечерна да фамилия как давай еще раз фамилию фамилию пожалуйста я не будьте на екатерина александровна будьте будьте на это ваша фамилия да точно я звоню по поводу что точно ваша фамилия это точно ваша фамилия просто вы мне звонили совсем недавно и представляли совершенно другим именем у меня очень хорошая память на голоса ну мне постоянно звонят с вашей организации у меня отличная память на голоса потому что это вы мне звонили представили совершенно по другой фамилии подолгу я не вам не представляла с другой фамилии я вам не звонила да ваши интонации их ничем нельзя перепутать вот эти вот интонации превосходства заочного нет девушка в сторону никто не уходит просто имейте смелость представляться следующего слушаем деятеля я вас слушаю александр валерьевич совершенно верно а кто это спрашивает ой какой то сразу голосок сделаны сразу чувствуется человек давным давно не платят и вот и мой некуда еще прицепиться как вот наглеть по телефону сразу сделать какой-нибудь это кто такой это кто-то первого раза не намерен в угадайте не намерены замечают еще знакома звоню в чебоксары у меня два знакомых есть коллекторов вот они вам сегодня приедут гости ищите деньги все мужчина вы своем уме а вы в своем уме дурака выключили давайте уже умнейте в тридцать один год пора уже взрослый слушай не слушай все сюда ослаборода звони своим коллекциям а сам ты че слабо тебе тебе слабо самому подъехать вон отсюда а гниль тух ребят слышали да у него интонации те самые вот такие вот полупидорские да он по моему сам дырявый да ну прошу прощения не гомофоб конечно но по моему просто в точку попал на больной мозоли этому дебилу наступил но слушаем следующий и тут я хочу сделать поправочку следующий диалог не от коллектора но очень очень в тему вот этих колл-центров и работы в них каких-то непонятных персонажей небольшая предыстория меня если честно одолели вот эти вот трейдерские фирмы оля крутые дающие возможность людям зарабатывать неимоверное бабло ну полный развод потому что я на фондовых рынках не новичок работаю на номинальном рынке то есть только с акциями ник никому не рекомендую листья вот в эти фьючерсы форекс уж тем более на заемные деньги ли там на последние конечно очень заманчиво а я молчу вообще право опционы вот эти вот короче говоря бирже это удел только опытных профессионалов а все остальное это вот именно развод развод и расчета за но эти колл-центры звонят вновь организованные всякие трейдерские компании которые заинтересованы лишь только в одном чтобы им на счета заводились деньги ну и слив 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 депозита ну кто в курсе тот в курсе я не буду долго рассказывать но вот это вот наглое вторжение в личное пространство звонки навязывания буквально такой знаете с напором ему говоришь нет он говорит да давайте а почему вы не хотите и так далее и тому подобное причем по голосу слышно молодой неопытный вообще в жизни ничего не знающий не видевшие пытается развести наглым образом человека меня это всегда возмущало но решил вот такой вот ролик выложить где его на место ставлю алёна здравствуйте я вас слушаю здравствуйте меня максим зовут компания трейдинг фью скажите пожалуйста как я могу к вам обращаться трейдинг фью трейдинг view это аналитическая компания мы занимаемся анализом фондовых рынков и предоставляем партнерам уже готовые сделки благодаря которым можно зарабатывать такая чужда очередная позови меня просто хозяин коль ты хочешь чтобы я платил тебе деньги будешь моим рабом я буду твоим хозяином они это вы уже не в ту сторону пошли взаимная правильно я тебя будет поставлю я тебе буду оплачивать твой труд никчемная ты мне будешь собственно говоря результаты пытаться не полу что я уже ты не так что понимаешь и не так что понимаешь я хочу предложить тебе сотрудничество то есть ты создаешь электр свой счет биржевый вот мы предоставляем тебе сделку эту сделку прокручиваешь нашим сопровождением извлекаешь доход для себя отсосешь у своего коллеги отсоси у коллеги с ними на видео пришли мне смс кайф файл я посмотрю если ты это делаешь это он тебе кончит в рот тогда я тебе собственно заплачу просто так а так нет только через отсос своему коллеги и мне ладно тогда иди нахуй и все такое и все прочее не отсосешь что ли ну иди нахуй ебать но давайте очком присядешь на бутылку и снимешь на видео пришлешь мне и тогда я подумаю над тем что ты сказал подумаешь то есть тебе немного надо чтобы до за щеку взять а если я тебя обману и пришлю видео твоего коллеги как он садится на бутылку и тебе придется выполнить обещание взять на клыку своего друга какое обещание я тебе ничего не обещал ты идиот и найди мужскую работу ладно звонить сидишь давай все пока меня сразу предвижу друзья мои всякие недовольные крики ладно коллекторов там они очевидно людей разводят на деньги а вот парень просто пытается заработать еще раз повторяю я не новичок на фондовом рынке я знаю что такое трейдерские компании те кто в курсе пожалуйста напишите в комментариях поддержите меня что ничего кроме дикого жестокого развода эти вот аналитические компании не дают человек вносит деньги они ему дает какой-то сигнал типа вот здесь входи в сделку покупай либо продавай а вот тут и сейчас рынок пойдет наверх либо вниз а ну в определенном направлении они указывают да они указывают и типа позиционируют это как прогноз когда вы подписываете с ними договор тот самый электронный на там четко написано что рынок фондовый особенно срочный рынок а именно на срочном рынке они предлагают торговать что там быстрые деньги те самые фьючерсы форекс разница в валютах драгоценные металлы именно на контрактах что срочный рынок это высокорискованный сегмент торговли и так далее и тому подобное и они себя все ответственности снимают то есть бесполезно будет что-то им говорить более того эти деньги которые вы внесете они даже в работу не пойдут вероятнее всего они будут с вами торговать определяя вам демо счет как вариант вы будете думать что там ваши деньги сгорели на демо счете можно бесконечно долго торговать вам будет это предложено будет определенным образом сформирована вот эта вот платформа так что вы ничего не поймете как вы потеряли свои деньги а вы их потеряете это со сто процентов вероятность если конечно вы не гениальный человек типа какого-нибудь баффета там или еще кого-то умеющего ждать ну наверняка нет скорее всего нет вы не такой человек и это вам не минус и так далее поэтому здесь так вот жестко в первую очередь была задета мое ну скажем так личное пространство вторжение он даже не знал кому звонит зачем звонит еще раз повторяю друзья мои не ругайтесь на меня это действительно а то что они заслуживают вот эти вот разводилы с фондовых рынков с аналитических этих площадок простите и очередной раз посоветую не лезьте не во фьючерсы не всякие там альпари не форекс и не нужно не покупайте всяких там автоматических торговцев типа роботов которые якобы вам приносят пассивную прибыль все это глупость полная я сам на этом потерял дикие деньги пока не понял что торговать нужно только на номинале на акциях купил акцию куда бы она ни пошла она у тебя остается акцией понимаете номинал и ты всегда можешь себя удержать то есть это ценная бумага но этому тоже нужно учиться либо так как я на практике либо ну скажем так опять обладать какими-то там дополнительными уникальными данными ну ладно давайте вернемся к нашим любимым коллектором слушаем дальше алло да кто это меня зовут ранова людьми валерий на ангел проботься за должность осень коллекто от имени в интересах анфокат арбузай напоминаю звонок записывается татьяна ивановна вам кем приходится это сестра моя старшая младшая простей старший брат а почему телефон у вас находится наши семейные дела ну во первых сим карта на меня зарегистрирована во вторых она вышла в гастроном за ингредиент это я к ней приехал сейчас живу у нее да я снова значит они проблемы есть наш компания с какой компании мтк другу знаем так вы сейчас сказали вы представители этой компании подразделение компании которая занимается клиент проблемным клиентами ну хорошо есть допустим проблемы ну точнее вы так что она не решает данный вопрос не давайте определимся вы уверены что это проблема я вот допустим не уверен потому что она провернула бы денежные средства компании проблема получается не у нее а у вас правильная ситуацию на чем у нас нет никаких проблем вам же денег не хватает нет ну я понимаю проблема у того у кого учет там чего-то не хватает у меня бы никому не звоним ваша сестра может брать денежные средства и не возвращать это норма да нет я об этом сейчас ни слова не сказал я сейчас комментирую ваше заявление по поводу проблем у кого-то у татьяны ивановны нет никаких проблем у нее сейчас нет и передать пожалуйста по беседовать куда передавать чего передавать а чё на самом беседе для вас это не проблема судя по всему до дозьяны ивановны тоже нет говорите помедленнее а то вы тараторить и знаете как и получается куда-то как вот куда как урочки знаете вот они не заинтересованы в том что мы их понимали где мы будем с вами говорить я не знаю что она им хотела сказать промолвившись про отделение то есть обычно ну имеется ввиду отделение полиции милиции ну скорее всего какая-нибудь бывшая следачка не нашедшая другого себе применения ну принципе не пытавшаяся искать наверное сразу пошла в коллекторы если вы почитаете наши комментарии вы увидите как у нас коллекторы иногда появляются ну их вот настроение чувствуется здесь наверно то же самое а ну давайте следующий послушаем кто спрашивает компания плати за плати за да к вашим услугам ее брат старший она сейчас вышла телефон оставила говорила что будут звонить и попросила пообщаться ну к сожалению мы с вами не можем общаться почему как это номер телефона а по законодательству не имею разглашать третьим лицом информацию не имеете а не имеете право наверное не имеете право да а я вас успокою телефон во первых на меня форме на тарас а во вторых она в общем-то легировала мне все права связанные с решением ее финансовых проблем возникших на данный момент на основании нет ничего не буду вам предоставлять потому что мне пофиг не хотите не решайте мы по телефону вообще не намерены общаться вы выдвигайте нам свои требования в письменном формате и мы будем соответствующим образом отвечать мы ничего в письменном формате выдвигать не будем значит у вас нет претензий Татьяна Ивановна передайте не 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 я скажу какая-то идиотка звонила ничего не хочет претензий говорит нет никаких в организации успокойся Татьяна Ивановна можно меня не оскорблять а вы кто такая я специалист до судебного вздания а че специалист не проявляет свою специализацию экспертность а говорит чушь какую-то которую я уже миллиард раз слышал от всяких разных специалистов в кавычках специалистов если вы не хотите слушать зачем вы тогда отвечаете на телефон нет я готов слушать как я сейчас логика в чем а мы не намерены с вами разговаривать а зачем вы тогда звоните друзья вам ну вот пожалуйста очередной специалист каких много каких некоторые боятся не знаю почему их боятся давайте еще послушаем алло алло добрый день я вас слушаю пригласите к телефону Валентина Иванова а кто спрашивает Антонова Галина Владимировна финансовая агентство по сбору конфлижений вас информируют записи переговоров есть возможность пригласить ее к телефону или нет она в гастроном ушла я старший брат ее я вас слушаю и необходимо будет связаться с нашими специалистами в кратчайшее время до 29 марта это получить информацию работаем с 4 утра до 10 вечера по будням и с 4 утра до 8 вечера по выходным по московскому времени телефон наш бесплатный запишите его да и сейчас все по пунктам значит ей необходимо связаться с вашими специалистами в целях получить необходимую информацию два вопроса цель чья и кому необходима эта информация цель ее нет у нее этой цели заверяю вас нет у нее этой цели связаться с кем-то а уж тем более получить какой-то необходимой а почему вы решаете за других людей дело в том что я прилетел специально для того чтобы помочь ей разобраться во всех ее финансовых проблемах и она все мне рассказала более того я вам скажу она вообще не хочет общаться по телефону ни с кем она мне это доверила вот и помогите ей в этой ситуации я этим и занимаюсь со вчерашнего дня я собственно говоря активно этим занимаюсь я разбираюсь во всех ее делах мне очень интересно ваша личная жизнь тем более финансовая сейчас о личной жизни не было никакого слова ни одного слова я еще раз вам повторяю мне совершенно не интересно о ваших целях и о том как вы формируете предложения в данный конкретный момент времени я не понял для чего это делать я вам четко и совершенно отчетливо сказал что я решаю нет я решаю что для нее важно потому что она сестра моя старшая и ни в коем случае голос из трубки не может решить что важно для моей сестры и так вот это вы принимаете такое решение оно для вас удобно это решение но ни в коем случае да именно так и никак иначе друзья если их не устраивает то что им отвечают это сразу вы меня не слышите это сразу неконструктивный диалог это сразу будете готовы к разговору мы вам перезвоним то есть четкий конкретный алгоритм воздействия на должника именно и вдруг если скрипт трещит как говорится сценарий сбивается все разговор продолжать нельзя ну за редким исключением если совсем уж упертым давайте еще послушаем а да 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 слушаю слушаю вас добрый день почта банка отдел взыскания на боков николай по поводу вашей задолженности по кредиту в размере 8 тысяч 760 рублей требование банка произвести оплату в течение двух дней что у вас случилось обречено неоплаты денег денег нет у меня оплата когда последует скажите пожалуйста ну не могу вам ничего пообещать зачем если я не ориентируюсь вообще сейчас во всем что происходит вокруг меня скажите пожалуйста кому позвонить у кого уточнить когда вы произведете оплату раз вы не знаете я не знаю если у вас есть телефон кремля то можете сразу напрямую Владимиру Владимировичу Путину он наверняка ориентируется так Сергей Владимирович вы бы там кредиты брали тогда а там не дают у всех одинаковые положения Сергей Владимирович все живут в одной стране а я так нет делаем перед банком Сергей Владимирович да не повышайте что же вы завели что у вас деньги то взял говорите спокойно как вы начинали это делать в начале разговора и никто вам никто не давал такого права да нет вы меня просто спросили и ответил потому что ну по другому никак ну ирония сарказм уж так я человек веселый просто по жизни понимаете вы задаете вопрос на который заведомо нет ответа кому позвонить чтобы уточнить ну вы мне позвонили напрямую Владимирович да 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 вы понимаете что в настоящий момент вам считается неустойка в размере 20% годовых от суммы просроченной задолженность за каждый день просрочен что это меняет данная конкретно сложившаяся ситуация срок кренитного договора у вас увеличивается так как увеличивается общая сумма задолженность ну хорошо ну это констатация факта ну с вашей стороны что это меняет ответьте мне на вопрос ну и что Сергей Владимирович звонки так и будут осуществлять а что это меняет в моей жизни ну что это меняет в моей жизни ну я не думаю что ваши родственники коллеги знакомые будут рады тому что банк их беспокоит по поводу вашей неплатежности ну не думайте не думайте вам вообще в ваших вот этих отделах не свойственно думать в отношении вас в отношении вас и не в лучшую сторону как сами считаете а Сергей Владимирович что будет не в лучшую сторону откуда вы знаете о моих отношениях с моими родственниками а да у нас семья вся у нас династия неплатильщиков мы все вот вот по уши в долгах и все меня поймут от того что вы от того что вы веселитесь вам наверное весело дожить в долгах то так живите увеличивайте так надо уметь жить в любой ситуации не смогли ну вот ни один аргумент у него не пролез сейчас звонки родственникам не пролезло звонки будут продолжаться не пролезло четкий конкретный вопрос чувак что изменится в моей жизни в худшую сторону он даже такую паузу еле заметную взял задумался видимо ну ненадолго и понял что ничего блин не изменится и вот начал какую-то билиберду нести давайте еще послушаем алло алло здравствуйте да интернет-займ Е-Капуста Бессонова Анастасия Еревна Ирина Романовна Вам знакома? конечно информацию пожалуйста передайте чтобы она в срочном порядке связалась с Е-Капустой интернет-займом а что случилось? а вы кем приходите с ней? брат родной старший братом? да у нас с ней есть нерешенный вопрос она является клиентом компании Е-Капуста и необходимо срочно связаться с нами я делал в том что я как раз она мне позвонила я прилетел издалека решать ее вопрос финансовый я так подозреваю да? к сожалению эта информация закрытая конфиденциальная ну Е-Капуста смешное название такое микрофинансово скорее всего Е-Капуста а Е-Капуста да какая разница ну все равно смешно поверьте Е-Капуста да? почему так назвали? я просто слышал вот эти абсурдные претензии у нее кстати ни одного документа нет я изучил тщательно ни одного документа нет от этой вашей Е-Капусты на что вы претендуете? не заключен договор оферты у кого у вас? с кем? с Ириной Романовной а у нее нету ничего нету ну понимаете на основании закона о банках и банковской деятельности финансовые отношения в формате дал взял должны фиксироваться долговой распиской с росписями двух сторон стороны взаимодавца ответственного сотрудника и соответственно так нет я просто хочу чтобы вы не тратили на нее время пока у меня не будет на руках документа где она расписалась что она что-то должна этой вашей смешной Е-Капусти то можете не тратить время сразу идите в суд а что слушать то вас? кто вы такая? вежливые женские голосы все робкий в надежде на то что может быть ну вот тут непонятно то ли технический сбой то ли она сама не выдержала со своим нежным робким голосом и такой же натурой нежной и робкой ну что давайте еще послушаем что-нибудь выбирает сейчас система там носится по этим компьютерам по мониторам и у кого кто-кто примет звонок сейчас вот это вот а лотерея барабан крутится на кого попадет сейчас очень интересно ага здравствуйте ага здравствуйте меня зовут Степан Федор Васильевич Уэффин коллект досудебный отдел и я представляю интересы МФК Турбозайм обращай внимание разговор записывается Татьяна Ивановна к телефону пожалуйста пригласите нет она не хочет разговаривать ни с какими взыскателями я старший ее брат Федор Васильевич пожалуйста говорите я плохо вас слышу она не будет разговаривать ни с кем ни с какими взыскателями я ее старший брат я решаю все финансовые вопросы она мне это поручила то есть вы за нее долги оплачиваете если хотите давайте так что ну оплата это знаете такой термин знаете оплата подразумевает в принципе отсутствие да оплатил значит долгов нет вот я привожу ее к ситуации когда у нее нет долгов оплата подразумевает отсутствие да да ну оплатил значит долга нет правильно логично ну верно при чем здесь отсутствие оплата это действие какое-либо оплата да действие подразумевающее отсутствие в итоге да то есть оплатил оплатил долг оплатил долг Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич меня зовут. Дмитрий Евгеньевич? Вы не родной брат? Я двоюродный ее брат. Считай, что родные выросли вместе в одной... Не нужно мне истории рассказывать из вашей жизни. Я вас в таком случае попрошу передать ей информацию. Она не будет разговаривать. Дайте мне, ладно, в ней сообщите. Я вам говорю информацию. Вы хотите вопрос решить? Я вам говорю, передайте информацию. Значит, не хотите. Никакую информацию она не хочет получать. Вы меня хорошо сейчас слышите? Да, я тебя слышу хорошо. Я уже понял, что ты тупой. А почему вы как на личности? Ко мне на личности. А кто ты такой, что ты позвонил мне домой? Мне жаль. Мне жаль, что вы не умеете конструктивно вести диалоги. В параллель со мной не говори. Подготовься к конструктивному диалогу. Паучи книжечки специальные по респруденции. А потом звони. Была бы тебе возможность сделать понятку. Я надеюсь, что, как только мы перезвоним, будем общаться с адекватным человеком. Ты надеешься. Нет, так если бы у вас были адекватные там люди, давайте так договоримся. Звонит адекватный. Ну, здесь без особых комментариев. Адекватный у них позвонить не может. Ну, и всеми вытекающими последствиями. Еще раз удивляюсь, кто их боится. Не знаю. Ну, на этом, думаю, хватит в этом ролике. Подведем к общему знаменателю. Здесь было полностью продемонстрировано отсутствие каких-либо полномочий, возможностей. И действительно, ни одной, скажем так, целенаправленной, объективной, ну, давайте своими словами, угрозы. То есть, все, что они пытались сказать, чем они пытались угрожать, это только лишь, что телефонные звонки будут продолжаться. Больше рычагов нет. И я все время задаю себе вопросом, что ж тогда мы их боимся? Есть какое-то магическое слово, которое они знают, а я его не слышу. Ну, его слышат какие-то, ну, другие люди, которые в итоге начинают задумываться, как они думают, и все-таки принимают решение пойти и отнести деньги. Ха, интересно. Вот лично мне интересно. Напишите, пожалуйста, это магическое слово. А вот, тут больше комментировать-то нечего. Единственное, хочу сказать, чтобы вы, ну, те, кто еще этого не сделал, возьмитесь за ум, включите мозги, начните думать, перестаньте бояться. Все это легко решаемо. И я перенаправляю вас в описании этого ролика, либо любого другого ролика на нашем канале. Посмотрите, там есть видео, вернее, есть ссылочка на сайт, и на сайте есть видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Кстати говоря, мы сайт обновили, он более современный, стал кому любопытно, кто давно с нами, посмотрите, напишите свои комментарии, кстати говоря, по сайту. А для новых подписчиков нашего канала, посмотрите, лично для вас все это сделано, чтобы вы поняли, что на самом деле все совершенно не так, как вам преподносят. Именно в видео рассказывается, как устроена работа кредитных юристов компании Алям, чем мы вам можем помочь, что мы для вас можем сделать, сколько это стоит, само собой, и так далее, и тому подобное. Друзья мои, пожалуйста, поставьте лайк, если понравился этот ролик, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Всегда не устаю повторять, поделитесь в соцсетях, ссылочкой на наш канал, это очень важно, пускай как можно больше людей знают о нас, но с точки зрения того, что правда здесь, а не где-то там у банкиров. Ну и, конечно, ссылочка на нашу группу ВКонтакте есть в описании ролика, там все наши ролики дублируются, пожалуйста, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам хорошего, счастья и здоровья, финансового благополучия. До свидания.